Посоветуемся, как лучше сделать, может опять полюбитель выйдет. В планах есть ужаться в классик физик. При том, что чем я больше становлюсь, я понимаю, что для меня культуристы на Олимпии не недосягаемы. На России мне тогда не дали стать первым, стал вторым в абсолютке. Расскажи мне про Америку в голове Дениса Бажанова. Я обожаю море. Естественно, лучше для меня океан. Он как герой старых американских боевиков. Вас всех приветствую на канале Генетик в очередной раз. Меня зовут Рухлан Халецкий, он рядом Денис Бажанов. Один из самых смотрибельных, интересных, культуристичных бодибилдеров России. Абсолютный чемпион Санкт-Петербурга. Денис, напомни, какие еще у нас титулы самые. АВБ, Элитпро, 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 уже два раза мне дали эту карту. Я думаю, что посоветуемся, как лучше сделать. Может опять полюбителям выйду, потому что я такой 7 пятниц на неделе. И все-таки нужно посмотреть, как сделать лучше. Потому что в планах есть ужаться в классик физик. Но какими путями будет сделано, это пока секрет. Потом может и расскажем. Сиберин Пауэр Шоу я выиграл в любителях. И лучшее звание, а место среди профессионалов третье. Это в 2021 году. Во втором году среди профессионалов у меня в четвертое место. Ну как-то так. Это в принципе из таких регалий хороших. На России мне тогда не дали стать первым. Стал вторым в абсолютке. Первой категории получается. Чемпион России. Не помню. Не помнишь, понял. А ну с Назаренко мы тогда были. Ну вот так вот. Вот такие вот в принципе регалии. Региональных полно. Даже и перечислять не буду. Там их много. И Оренбург, и Татарстан, и Уфа. Что-то еще где-то был. Даже вот помню, на Неве были. Там, правда, я ничего не занял. Но зато интересно было слетать. Для меня тогда Питер было что-то нереальное. И когда я сюда приехал, я даже на самом деле не верил, что я приехал в Санкт-Петербург. Меня никуда не тянуло. Ни в какой город. То есть Москве даже не рассматривал. Были такие задумки, что там да, можно как-то продвинуться. Еще что-то там персональным тренером. Там вроде ценник выше и так далее. Зарабатывать можно. Но когда я попал в Питер, даже попав в не лучшие условия проживания, то есть я в него влюбился. То есть такое ощущение, что душой я тут был всегда. Не знаю почему так. Либо это какая-то магия Питера, что сюда все приезжают и влюбляются. Есть, конечно, индивидуум, у которым он не подходит. Вот сейчас погодка у нас такая. Питерская. Обожаю эту погодку. Я удивился, когда я сюда приехал, что зимой не было снега. Вот три года назад не было снега. Шел дождь. И зимой... Камера, 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 камера. Чего не упадет? Ап! Упала немножко, ладно. Ничего страшного. И зимой была температура плюс 4 градуса. Я просто маме там говорю, брату говорю, что у нас так, у нас тут дождь идет зимой. У них 40 градусов мороза в Оренбургской области. А у меня плюс 4. И дождь. Первые полгода я сопливил просто невозможно. Я привыкал. Мне не нравилось это. И не спасал, что тут реально красивый город. Все. Прошел год, я адаптировался. И все. Этот город стал любимым. Я не понимаю, если жить в России, где бы я хотел жить в России. А Сочи там, типа, на море. Вот я, да, я обожаю море. Естественно, лучше для меня океан. Потому что я был на океане много-много раз. Это ни с чем не сравнимо. Это не море. Даже вот кто там ездит на море, говорят, что ой-ой-ой там и фигня. Я был в тех местах, где лучше, чем Таиланд. И реально, меня туда тянет, но не было я там уже лет 10. То есть, да, у меня есть такой момент, что я бы хотел жить около моря. Но если вот российские города, то вот это Питер. А Сочи я вот не особо рассматриваю, потому что постоянно их там что-то топить стало. И что-то, блин, как-то меня, не знаю. Если жить где-то в горах, а в горах... Сидите себе, чтобы было удобнее. А в горах, а в горах там... А ребятам пиликают. А в горах там какие-то сели, блядь, еще что-то. Климат, да, мне нравится. Я был в Нальчике. Ездили с другом, он к своим родителям возил. Ездили на Эльбрус. На самый пик не поднимались, но на 4 тысячах... На 4 тысячах метрах были. Мне очень понравилось. Объездили весь Кавказ, Осетия, Чечня, Дагестан. Были на Сулакском кальоне. Да, климат офигенный. Единственное, что жарко было, это был июль. Но мне просто жесть, как понравилось. То есть, какие как есть места у нас в России. Но, естественно, я бы там не жил. Отдохнуть пару неделек, прекрасно. Но Питер ничем, как бы, ничто не сравнится с Питером. Я забыл просто изначальный вопрос. Я что-то начал рассказывать там. А мы поздоровались, рассказали о твоих титулах. На самом деле... Что-то сверхъестественного я не выигрывал. У нас интервью будет посвящено, на самом деле, не как таковому культуризму, знаешь, сколько сжать и сколько колоть. Хотя, возможно, этого опять коснемся, случайно вскользь. А мне интересно, я всем задаю первый вопрос, что такое для тебя бодибилдинг? И хочется очень искренне ответить. Знаешь, как отвечал Джей Катлер, очень здорово, да, что для него это бизнес. Это типа лучшая работа, которую он умеет делать, да. Джей Катлер говорил, что если бы он был хорошим программистом, он бы там программировал, да, или был бы с инвесарем. Но он был хорошим бодибилдером и мог расти. Вот что бодибилдинг для тебя изначально и сейчас? Ох, на самом деле, в принципе, он прав. То есть, я бодибилдингом занимался сначала потому, что мне это нравилось, я хотел быть как там культуристы определенные. Потом я понял, что я очень быстро расту. И при том, что чем я больше становлюсь, я понимаю, что для меня культуристы на Олимпии, в принципе, не недосягаемый. То есть, это вполне реально, если вкладывать в это всего себя. То есть, полностью режим. Режим! Этим все сказано. То есть, у меня генетика позволяет. Да, были нюансы пятилетней давности, которые меня выбили из клеи. Я не могу в полноценной мере заряжаться, заряжаться как профессиональные бодибилдеры и питаться как профессиональные бодибилдеры много. И вот у меня такой есть переломный момент, что как бы неохота выходить на полшишки. То есть, такое ощущение, что я даю фору. Я не могу выложиться на все 100%. То есть, я где-то выкладываю на 50%. То есть, из моей генетики, что я сейчас могу выжить. То есть, поэтому для меня это то, что чем мне нравится заниматься. И я пытаюсь как-то на этом, естественно, заработать, чтобы какой-то был отклик. В принципе, и поздно начал об этом задумываться. До этого просто тупо качался и спал. Вот и все. Ты сказал про турнир Мистер Олимпия. И часто про тебя говорят, что ты такой очень NPC-шный, очень культуристичный. У тебя такая фактура, сценическая харизма, присущая именно вот этой лиге бодибилдинга. И когда ты только появился в медийном пространстве, это как раз таки был год нашего знакомства, 2015-й. Еще были живые секреты про. Еще железный рейтинг снимал тебя. И в тот момент реально многие говорили, что этот парень может поехать на Олимпию. Прямо это была очень такая распространенная фраза. И даже инстаграм-аккаунт у тебя назывался Мистер О. Но что-то, как ты сказал, что-то пошло не так. Да, что-то очень не пошло не так. Да, какие-то твои внутренние моменты, может, там, внутренняя незрелость, недалекость твоего окружения на тот момент. В общем, ты сейчас не на Олимпии. Какие по этому поводу ощущения? Да, возраст уже как бы 35 лет. Это на самом деле тот пик, когда я должен уже там стоять. И на самом деле, в принципе, что со мной случилось, виноват я. В первую очередь виноват я. Потому что я, Денис, и я алкоголик. Был алкоголиком. И на самом деле, да, проблема была в этом, когда мама услышала, что что-то там наговариваешь, что ты прям такой, так много пил. Да, я много пил, и когда жил у себя в Оренбурге, я был заряжен фармакологией, и я стабильно два раза в неделю очень много пил. А очень много пил, это значит, я, например, мог выпить 8 литров пива и на следующий день похмеляться с такими же 8 литрами пива. И, то есть, получается, уже 4 раза в неделю с похмелем. То есть, и сами понимаете. Ты качался, правильно? И я качался с похмелью, шел спокойно качался, тренировал ноги, приседал 300 килограмм, и колол инсулин, куча таблетирной формы. И сами понимаете, что со мной происходило. И в один прекрасный момент это все аукнулось, и все. Мою жизнь спасали. Спасали два раза. И потом еще куча пластики была на животе, и вообще жесть. То есть, в что только не повылазило. Поэтому, да, у меня немножко мои амбиции просели. Опять же, говорил, что я не могу заряжаться на все 100%. Но в планах есть на каком-то минимализме витаминизации, минимализме питания показать достойную форму не самых больших тяжей 90-х годов. То есть, такого же качества, той же фактуры. Надеюсь, получится. Не знаю, что выйдет, но в планах такое есть. Поэтому, кто знает, может, и в 40 лет выйду на Олимпе. никогда не поздно. Я думаю, что определенная категория реализуема. Да. Сегодня я тебе показал, я показал Денису кейс, и рассказал, как можно двигаться, какие применить хитрости для получения и про-карты последующего выступления в про-дивизионе. Вот. Сейчас мы приехали, кстати, после тренировки на массаж. Так вышло, что меня мой друг пригласил, и он открыл массажный салон. Это мы в центре Петербурга. Вот мы сейчас его ищем, собственно. Называется очень добавно мни-мни. Он где-то должен быть. Сейчас мы позвоним, нам, наверное, нас ориентируют, куда двигаться. Вот. И будут нам делать мни-мни. Чувствую, сейчас массажист, конечно, охуеет, когда увидят Дениса. Ого, ничего нам, смотрите. Фу. По-босяцки мы подъезжаем по красоте просто. Хозяин. Видите, написано мни-мни. Мни-мни надпись на дверях. И сейчас нам сделают мни-мни. Сейчас массажист увидит Дена и скажет Твою мать! Я увольняюсь! Я не буду его мять! Друзья мои, если мы сейчас будем ждать, пока нас примут, мы продолжим интервью там. Если мы не продолжим интервью там, то мы продолжим в кафе. И нам Ден расскажет, что ему оттяпалится на самом деле внутри. Он рассказывает очень долго. Кое-чего там не хватает внутри. На самом деле столько интервью уже было, это, наверное, блин, вот... Третье. Это не третье, это на самом деле вот все, что есть, каналы, которые спортивные. Я даже НВП вот сейчас вот только появился, даже им рассказал. У Гульжизаряна. Всем 15 подписчикам. Всем рассказал, что со мной было. Субтитры сделал DimaTorzok. И так, что я делаю? Мне сейчас надо разогреть мышцы вдоль позвоночника. Костоправская техника предполагает не делать долгий массаж, а разогреть именно мышцы вдоль позвоночника, чтобы поработать с самим позвоночником. И так как у него позвоночник пальпируется и в доступе, мы можем очень хорошо вдоль него пройтись. Ему будет больновато. Он может даже поплакать, посмеяться. Больновато? А? Нет. А по поводу даже. Знаешь, почему? Давай. Нет. Почему он начал сейчас нервничать? Когда мы позвонки ведем вниз рукой, позвонки сдавливаются, грыжа находится у него между L4, L5, L5 крестец. это его самая слабая точка, так как он в массе находится, весь парень крепкий, и он, скажем, вот этим и страдает. чувствуешь, как возле позвоночника рвутся спайки. какой бы не был крупный клиент, мышцы у всех людей одни и кости все одни. Поэтому бывает такое, что невозможно добраться до позвоночника. в этом случае очень хорошо все прощупывается. И кто-то кайфует. Да, Денис? Когда мы начинаем наш сеанс, мы в любом случае разминаем поясницу до боли. Нам надо расслабить все мышцы вдоль позвоночника. Это больно. Это костоправская техника. После этого я буду делать некоторые манипуляции, которые ему помогут. сделай вдох выдох расслабься вдох вдох выдох расслабься расслабляйся расслабляйся выше подбородок. Учитывая, что он еще пацан вот пацан вот слышишь? Делай вдох сейчас будет легче выдох еще раз вдох выдыхай полностью хорошо? да отлично вдох вдох выдох не напрягайся молодец даже в этой тишине слышно как у него все это хрустит спокойно расслабься расслабься я знаю руки в сторону убери делай вдох выдох расслабляй я растягиваю расслабляй легче? если у человека грыжа то это примерно около 30 сеансов периодичностью 3-4 дня и определенными действиями мы позвонки разъединяем и постоянно даем хорошее питание межпозвоночным дискам от этого от этого межпозвоночные диски наполняются силой и сами раздвигают позвонки после 10 приема у меня есть очень много таких клиентов которые чувствуют себя намного лучше то есть они могут жить ходить периодически тренироваться но при этом при всем люди которые приходят на такие сеансы у них есть три незыблемых правила первое это нельзя простывать совсем нельзя простывать потому что дает осложнения второе бани сауны и горячие ванны запрещены это также расслабляет мышцы и происходит компрессия позвонков вот третье никакого алкоголя почему потому что это тоже расслабляет мышцы очень сильно и люди падают крутятся там и так далее немного можно конечно же вот в его случае честно сказать в этом плане я думаю что да потому что это же расслабляет очень сильно да поэтому руки наверх поднимай голову на бок отлично отдыхай вот то есть мы ему сейчас сделали небольшую осадку позвоночника и выжидаем время после этого мы будем проводить вторую манипуляцию то есть вот этот компресс вообще тебе нужен на каждый день три раза в день чтобы укрепить это все да да я все уже это готовое расслабься ложись расслабляйся а ты что хотел и так что я сделал то есть мы провели манипуляции с позвоночником позвонки разъединили сейчас человек лежит на компрессе компресс этот с уксуса для чего для того чтобы межпозвоночные диски начали напитываться такой компресс надо ставить вот конкретно вот этому маленькому молодому человеку три раза в день утром в обед вечером тогда у него межпозвоночные диски будут намного сильнее Дэн остановились мы с тобой перед тем как нас помяли на том что тебя вскрыли что тебя тяпали внутри да это было 5 лет назад рассказывай все подробно ну давай вкратце что тяпали вкратце оттяпали печень 30% подумал что отравление и лежал сутки в больнице с кровоизлиянием брюшную полость то есть меня лечили отравление рисовали шланг я там блевал чем-то но вот и через сутки мне сделали вот эту операцию прошло ну не лет дня 3-4 я приезжал в реанимацию отправили обратно в палату и повторно увезли на операцию то есть начался перитонит то есть опять все вскрывали опять все прочищали то есть и в итоге я провалялся там 2 месяца в таком положении понятно слушай а печень то что отрезали она была то есть уже она была увеличенная ну дополнительную часть отрезали или она у тебя была без увеличения отрезали то что собственно было что самое интересное когда я сделал МРТ уже в Питере мне сказали печень у вас как у младенца то есть ну как у обычного человека то есть это не значит что там какая-то увеличенная может она была увеличенная ее отрезали она стала нормальная то есть либо отрезали там 15-12 сантиметров либо они восстановились если что ребята печень правда восстанавливает свои ткани единственное кто может не знать восстановленная ткань печени то есть насколько бы она не увеличилась или не восстановилась после операции мне не вся ткань функциональная функциональной является порядка 30-50 процентов от новообразовавшейся ткани печени ну так в принципе нормальных размеров трансфераза содержится и в мышцах как у тебя сталат осад в целом повышен ну повышенные они там тебя сумасшедшие типа 500 или у тебя там типа сотка сотка это норм 70-90 я их просто у меня нету сейчас отдыха и у меня получается все равно после тренировки то есть это же еще скелетные мышцы работают разрушение абсолютно верно нет 70 может показать просто тяжелого приседа у человека который не то что там метан не пробовал даже пива не пил это нормальное явление трансфераза содержится и в мышечной ткани на мосту перед операцией перед фибролипопами был 40 нижний и 70 аисте что-то обычно в общем сейчас печень функционирует в целом в принципе нормально не мешает никакой симптоматики нет ну так ну да дозировки я ставлю на всякий случай поменьше на всякий случай таблитизированные формы ты принимаешь препаратов последние 3 недели наверное в основном ты без таблитизированной формы да станзолол кстати я вот что заметил когда подключаю станзолол от меня и перекашивает спину то есть либо обезвоживание обезвоживание сдавливает вот эту мою грыжу получается он мне просто противопоказан да он всем готовится на метание слушай он всем противопоказан потому что кто думает что станзолол сушит есть такие дебилы тренера которые на сушку говорят типа он жир сжигает или воду выводит нет он дополнительно воду не задерживает в большинстве случаев и обезвоживает суставные сумки это никак не связано с тем что вы будете более красивым на сцене друзья мои учитывайте это когда жрете таблетки глобулин понизить в принципе есть и другие препараты абсолютно абсолютно мастерон допустим от мастерона будет ДГТ расти тоже не всем ну для ДГТ есть фенастерин короче можно найти способы сделать так чтобы у вас было адекватное состояние здоровья то расскажи про свои увлечения и хобби вот если мы уберем из жизни бодибилдинг что еще остается сейчас я начал телеграм-канал вести то есть про бодибилдинг ну в принципе просто для 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 консультации для ведения всех абсолютно людей то есть для их трансформации в принципе все связано что со здоровьем тоже вот куча информации читаю вроде уже лучше не лучше а хорошо начал в анализах разбираться то есть эндокринологию ну уже углубился в это хочу как-то помогать то есть не думал подключиться дополнительно да надо бы на самом деле всему чтобы еще и корочки были ну вот я поговорю про будущее но все-таки мне интересно вот если мы уберем бодибилдинг ты консультируешь по бодибилдингу а вот ты не знаю может быть ты еще увлекаешься я правда не знаю может автомобили может быть ты рыбачишь может ты рыбачишь может я не знаю филателист пока нет то есть ну ничего особенного просто дом прогулки кафе зал то есть такое вот что-то читать не люблю как Ромка то есть ну что такого особенного нету в центр выезжаем частенько смотрим ходим просто гуляем пока вот что-то такого прямо интересного я не вижу пока вот только ну если вот если совсем уйду с бодибилдинга то да я становлюсь на видении спортсменов не спортсменов и уже чем-то займусь другим хотя уже я начал общаться с актерами поэтому кто знает я кстати ну вы наверное не вспомните но еще в мохнатых не сильно мохнатых но таких более ранних годах там 15-16 когда Денис появился я говорил что у него реально вот его внешность он очень харизматичный на мой взгляд человек вот именно прям с визуала сто процентов схода то есть он как герой старых американских боевиков вот ему надо это давать знаете пулемет когда пули не кончаются как Рэмбо я думаю согласитесь напишите есть ли у вас такое ощущение мне кажется вот он как картинка герой боевика особенно 92-го года прям идеальный еще и хочу форму сделать 90-х годов ну просто все короче и фотографироваться в Кожанке в Косухе в Косухе да люблю а есть ли желание чем-то заняться то есть например у меня я всегда у меня музыкальное образование я играл на волторне я хотел всегда научиться играть на саксофоне я вот играю на гитаре вот я наверное старые стилетные саксофоны себе куплю у меня есть желание выучить испанский у тебя есть какие-то такие желания что ты хотел бы вот что-то добавить в свою жизнь привнести ну хотел когда-то переехать в Америку пока что-то никак-то не получается а что ты для этого сделал что мне интересно пока только хотел хотел ну тоже начинается все с желания то есть ну сначала соревноваться естественно потом уже как пойдет то есть это опять знакомство связи поэтому ну кто знает вот так вот бывает а что в Америке многие ребята хотят особенно культуристы кстати расскажи мне про Америку в голове Дениса Бажанова почему он хочет туда да для меня это Голливуд на самом деле Голливуд меняет киноиндустрия и ты хочешь в кино хотел да на массовке у меня тоже один человек такой бизнесмен и больше наверное НЛПшник и инфо-цыган тоже все туда постоянно звал что мне нужно переехать начнешь с массовок платят хорошо и потом уже глядишь как у тебя с английским языком я вот в этот момент и задумался в принципе английский учится просто я когда ездил за границу скажу что я ездил на Сейшелы и жил там по месяцу и получается ну я примерно 200 слов уже знал буквально там за две недели то есть это практика ты начинаешь общаться с ними просто вот ходишь по местам общаешься с этими афроамериканцами с кем-то и это быстро прилипает сейчас как-то поддерживаешь занимаешься или скачал уже несколько раз и вот захожу начинаю вот это вот и что-то забрасываю на Ромку тоже я ругался Ромку тоже заставлял лучше что английский он даже приложение тоже скачивал и по-моему на этом Рома закончил ну это пока вот что-то я не вижу пока какой-то цели что прямо тем более сейчас туда трудно попасть ну и в принципе не вижу смысла пока пока все-таки русофобия есть русофобия есть ты считаешь а мои пацаны мои пацаны кто живут говорят что вроде ну типа тоже да есть словакий мне писал говорит политики да прогибаются все обычный народ поддерживают да да хотя мой партнер вернулся недавно из Испании есть там у нас дела он сказал что все-таки с российским паспортом какие-либо финансовые сейчас операции счета переводы недвижимость серьезная проблема то есть даже нельзя завести денег на счет больше ста тысяч долларов то есть все сто тысяч долларов в предел в одном банке если ты хочешь завести бабки тебе нужно несколько банков кроме того еще и деньги не принимают без определенных подтверждений плюс россии не выпускают определенные сложности именно финансово-экономические и политические есть а со стороны людей испанцев или когда он ехал с пересадкой где-то в Европе забыл короче что-то на богатом там было где кофе стоило 5000 рублей практически в аэропорту вообще вопросов нет ни у кого сейчас не в обиду будет сказано вот теперь должен сказать чтобы не съезжать а то будет некрасиво если съеду в общем его нигде не проверяли на всех таможнях и паспортных контролях очень большое внимание уделяли непосредственно именно тем кто украинские паспорта предъявлял возможно потому что очень много сейчас из-за спецоперации людей перемещается вот за этим очень строго следят следили очень даже ему это не понравилось потому что людей реально трясли на его взгляд необоснованно вот нам с нами особенно вопросов существенных не возникает вопрос задаю всем ребятам хотел бы тебе тоже задать его скажи пожалуйста назови три твоих любимых фильма которые тебе просто понравились а может быть как-то на тебя даже повлияли если такое было то что может такой осадок оставить в голове и я бы спросил еще и там про три книги но я так понимаю что этот вопрос будет наверное мимо немножко да хотя может и нет может не знаю Робинзон Крузо читать ораторское искусство и пока что-то закончил ну вот это вот не знаю для меня вот лучше аудио прослушать но пока я в аудио формате ее не нашел ну может ли что-нибудь другое либо видеокурсы мне вообще кажется сложно изучать ораторское искусство по книге когда в книге написано нет ни звука ни дикции чтобы даже хотя бы интерес какой какие-то истории вот эти вот а потом уже чтобы интерес проявился уже что-то где-то в другом месте ну реально может пойти учиться на дикторское вот это вот ораторское да еще хотел мне кто-то даже сказал попробовать может пойти на ведущего то есть там идти или в театральную студию ну это уже как-то это там все вместе будет а вот это вот да для меня мы с тобой находимся недалеко здесь на маховой находится институт театральный санкт-петербургский знаменитый откуда огромное количество наших ну самых известных актеров и актрис современности да и прошлого да этому надо учиться потому что нужна поставленная красивая речь и чтобы люди воспринимали это понимали тебя а вот когда ты вроде и качок и у тебя куча мыслей еще ты вроде как-то хочешь мыслить по-другому и бывает речь просто какая-то не в попах сбивчивая да и ты вроде кидаешься сюда и сюда и неправильно тебя люди могут просто не понять ничего в кино дают сценарий там текст есть да да ты же у нас смотри это герой боевика нормально будет главное попробовать я бы сценарическом снял короче лёха лёха тебе задача с данным договориться сделать ему фотки для портфолио и пусть сам тут разошлет на массовку на пробы еще похудеть надо килограмм да не надо никуда охудеть короче лёха давай сделаем вдруг у нас будет свой герой боевика кино смотришь если ты любишь отдохнуть ты говоришь вот как у тебя сериалы может тебе нравятся я пересмотрел просто кучу фильмов я для этого купил хороший телевизор 65 диагональ прям вот самый последний что есть там со всеми вот этими самыми новыми на ноги хрен поймешь какими частицами офигенное качество смотрю все фильмы вот насчет фильмов которые мне запомнились запомнилось много естественно я не буду говорить про фантастику но шокировал меня фильм спасти рядового района то есть для меня это такой какой-то жестокий кровавый продуманный какой-то очень реалистичный фильм то есть я его смотрел два раза всего но как-то третью я не хочу его смотреть слишком он жестокий на самом деле ну в принципе люблю попкорновое кино которое сейчас снимают просто когда не думаешь если есть какое-то где подумаешь ну просто сейчас в голове прям я думаю что это много таких фильмов но не могу прямо сейчас вспомнить из фантастики могу сразу сказать что понравился когда пересняли снайдерка то есть я его смотрел и офигевал просто это мне понравилось больше наверное операторская работа то есть очень красивая картинка поставлена кстати это твоя часть может у нас будет крутой оператор в киноиндустрии поэтому вот что именно именно красота картинка вот этот кадр как поставлены как снимает этот режиссер мне вот это понравилось там не будем говорить про сюжет это все-таки фантастика почему фантастики крутые сюжеты мне кажется бывают там он очень продукт да и герои и персонажи слушай очень многие качки вообще любят комиксы и супергероев возможно где-то у нас в детстве есть травмы психологические мы поэтому такими становимся похожими на героев комиксов я в детстве обожал чтобы понимали вообще возможно даже в моем мышлении какая-то супер заостренная чувство справедливости связано с тем что мое детство это были люди икс это был супермен это был бэтмен я это все смотрел за завтраком перед школой и железный человек я думаю что у каждого человека того кто увлекается Стивен Равинс я понимаю покорное кино я знаю что Рома Криволин обожает Marvel фанат все пересмотрел по 10 раз по 10 раз твои любимые три персонажа из вселенной DS и Marvel ну а ты бы Халк бить я не знаю расскажу из DC Черный Адам Супермен и Флэш из Marvel из Marvel Халк Тор в принципе больше мне там особо не нравится больше никто не нравится Халк Тор мне вот еще когда фильм с ним посмотрел Тор Рагнарёк мне кажется самый крутой фильм из Территора то есть ну прям круто мне нравятся именно актеры как игра Железный Человек только из-за его игры не из-за его суперспособности а что для тебя в этих героях тебе нравится я говорю не про игру актерскую у каждого героя есть свои характеристики свои навыки своя внутренний стержень свое становление у каждого опять же что-то было сломанное зачастую в детстве в молодости то есть каждый из них не случайно стал героем в большинстве своем есть какие-то моменты которые то есть там может быть ты где-то ты себя с ними ассоциируешь в чем-то с ними нет не ассоциирую а насчет становления героев да то есть например Тора когда он был тупым можно сказать тупым качком для становления какого-то мудрого правителя то есть такой путь то есть это хороший продуманный сюжет то есть именно становление его как скажем мужиком настоящим а не просто там каким-то алкашом и бабником насчет вот такие истории рассказывают прикол насчет Халка да на Халка просто прикольно смотреть на эту мощь потому что ты сам этим занимаешься может отчасти ты мини-версия Халка поэтому мне нравится персонаж ну и естественно игра актеров в принципе я их выделил наверное из-за яркости в кадре и именно игры актеров то есть мне нравится как они играют именно играют Тор играют тупого немножко такого правителя Халк просто актер сам хорошо играет отыгрывает и Железный Человек также прошу прощения должен ответить бывают бывают люди которым нужно ответить ну что друзья мои я надеюсь здесь раскрылся для вас немного с какой-то новой стороны я не знаю задавали ли ему эти вопросы не связанные с тем как накачать такие огромные дельты а если вам понравилось ставьте комментарий внизу под роликом рыбки я не коллекционирую и марки не коллекционирую пока если вам очень понравилось то внизу есть инстаграм Денис и вы можете на него подписаться если вам понравилось еще больше поделитесь этим роликом с вашими друзьями и палец вверх нажмите это поможет в развитии канала и на самом-то деле в развитии бодибилдинга и нашего с вами любимого спорта как в целом развитие железа потому что в данный момент компания Геннати Клаб стала еще и оказывать поддержку Лиги Столового Экстрима которую в данный момент возглавил Миша Кокляев активную поддержку оказывают многие регионы потрясающий турнир делал Денис Киютсон на Сибериан кстати друзья мои Денис Бажанов на Сибериан выступит поэтому кто хочет повидать одного из самых монструозных спортсменов заранее готовьтесь берите на это время отпуск приезжайте в Красноярск будет яркое крутое интересное шоу кстати вот Денису пишите ему в личку чтобы Денис делал больше шоу на сцене потому что со всей его формой он стоит обычно там и грустит или считает воробьев да придется вот что-то поработать да отправляем Дениса в театральную школу но это хорошо на самом деле я обращаю внимание на твою реакцию на твои сейчас то высказывания после соревнований и в целом мне нравится они может не всегда там такие мягкие и это нормально когда человек хотя бы не стремается говорить что думает и мне нравится человек хочет претендовать на высшие достижения и ради этого выкладывается и работает поэтому Ден я тебе пожелаю удачи и успехов в твоих начинаниях а особенности не только в культуризме а в том что есть в твоей голове и к чему ты возможно приступишь всех к тебе успехов спасибо за твою форму друзья всем пока